МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На контроле губернатора. На початку гетага года у обласный выканавчий комитет звернулися працавники гомельского предприемства ВИПРА. На некольких листах Амаль-130 подписов с просьбой допомогти навести парадок на одной из гомельских улиц. Люди с дрянным взроком и слыхом вымушены были добираться до працы серот машин, водители которых спрабывали одночасово объехать и пешеходов, и шматликие ямы. На объекте побывали наши корреспонденты. Для людей с обмежеванными физичными махчимостями это было саправдным выпробованием. Пройти 700 метров в потоке машин сможет не каждый здоровый человек. А календарный слых и зрок – это в уголе проблема. Инженерный проезд у гомеля успею с основных улиц не уходить, а тому особливую увагу яму не надавали. После взорота представников ВИПРА у облвыконка, как только дозволила на дворье, на дорогу вышла техника. Теперь ехать тут куда больше зручно, до того же, как минимум разномесяц, сюда приходит грейдер. И самое главное для инвалидов для их – зрабили тротуар. В наступном году тут планыться побудовать новую, сучасную дорогу, а тому работы проводились с уликом уже распроцованного проекта. Мы по поручению Гомельского областного и городского исполнительных комитетов выполнили устройство тротуарной дорожки от существующей остановки общественного транспорта к предприятию ВИПРА, но с максимальной привязкой к существующему проекту по строительству новой дороги от улицы Лепешинского до улицы Советской. По планам, насколько я знаю, в следующем году есть такое поручение реализовать этот проект. А про то, после звороту працовников в ВИПРА, дремонтовали так само дорогу на троллейбусном проезде, причем только засыпка и достаточно глубоких ямок на яснуючем тротуаре не обмежавались. По просьбе людей с обмежованными махчимостями изробили осветление. Теперь этот участок, который сами працовники называли самым страшным городом, стал достаточно комфортным. Сейчас, до речи, разглядывается махчимость установки осветляльных опор и уздушного тротуара по инженерным проезде. Но в любом случае, на предприятии ВИПРА зробленным задоволены. Рух от припынка у громадского транспорта до завода стал справдибеспечным. Работники унитарного предприятия ВИПРА по слуху благодарны главе губернатору, мэру города и администрации за благоустройство данной дорожки. Планируется еще осветить эту дорожку. Весенне-зимний период сейчас изыскиваются возможности, чтобы благоустроить освещение. Олег Сюнцюров, Сергей Негеревич, Валера Игапанько, телерадиокампания «Гомель». По акционерным товариствам «Гомсельмаш» поведомили об распроцовце новых, так званых «разумных» комбайнов. А про то, тут презентовали машины, які убирают у «Раджай», а маль на треть худше, чем иснуючие узоры. Перспективами айчинного комбайна-будавання поцекавилися наши корреспонденты. Модель GS3219. У акционерного товариства «Гомсельмаш» здаецца, з'явився новый бренд. Нельзя сказать, что у этой техники нема аналогов у свете, але далеко не кожное конструкторское бюро сьогодне може распроцовать такую машину. От традицинах яна дрозневается іншим способом опрацовки збожжевых и кукурузы, что дозволяє значно повеличить яє продукційність. При гэтм GS3219 наводь більш зручный у эксплуатации. Это комбайн, который позволяет повысить производительность, допустим, с найболее весным комбайном 12-18, порядка 30%. То есть, в принципі, это сократит необходимость, потребность в механизаторах уменьшиться, потому что вы знаете, что сегодня в странах СНГ механизатор становится такой редкой профессией. Специализованное конструкторское бюро на «Гомсельмаш» створили яше у 1947-м годзе для распрацовки машин и механизмов для живелого доли и кормовы творчасти. Потом был период, коли СКБ плановали расформировать, але президент Беларуси Александр Лукашенко гэтую идею не подтримал. Час показал правильность такой позиции. Сегодня гэта навуково-технічный центр комбайна будавання. Сучасное обсталявання для компьютерного моделявання дозволяє проводить виртуальное выпробування новых узлов, яше на стадии распрацовки. Летой с «НГомсельмаш» презентовали комбайн, який працює на газі. Аналогів у світе йому нема. Зараз явілася яшча одна модель GS3219. Для Беларуси гэта ноу-хау. Класна школа инженерной службы, инженеров-конструкторов, которые сьогодні трудяться, ежедневно своїм плодотворным трудом создають нові модели, она у холдингом «Сельмаша» сохранилась. І вот благодаря тому, що наш мозговой центр, который сьогодні носить названня научно-техніческого центра комбайна строения, по сути, эта лабораторія с полной базой, испытательной базой, наличием квалифицированных кадров, она і позволяє добиваться таких высоких результатів. Спыняться на досягнутым на предприємстві не збираються. У ближайшій перспективі обіцаюць проставить мини-комбайн для фермерів і невеликих подсобних ісподарок. Кажуть, що по помері він буде крыху більше за легковий аутомобіль з відповідним коштом. А прожатого на протягу 2-3 годів тут обіцаюць обновити базові модели, зробити їх більш суршастними, економічними і аутоматизованними. Думаю, що трендом на будущее це буде все-таки оснащення системами дистанційного мониторингу, щоб можна було, допустим, дилерам чи даже з заводом следити за роботами машини прямо з дистанційною, скажімо так. Крім цього, звісно, роботаємо над созданням машин з использованням інтелекту. Це теж мировій тренд сьогодні, і ми в цьому направліні теж роботаємо. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерія Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Початок лета за усе деассоцієрується з започними званками в установах адукації. Для більшості школьників випускни продвіщає пероход на новий вучебний етап – студентства. У кожного з їх своє планы і мари аб будучай професії. Юнакі сай спеціалізованага ліцея при Універсітеті грамадзянськай абароны МНС з перших дзен навучання ведуть, з чим хочуть зв'язаць свій ліс. Наші корреспонденти побувалі на урочистым випуску будучих виротовальнікаў і доведаліся, як сьоліта проводять у новае житцё хлопців, які присвятилися бі адной з самых высокородных професій. Аб такіх хлопцах гавораць, служаць радзімі з дзятінства. Сьоні випускнікі ліцея МНС разумеюць, гэта іх дзень і гэта іх свята, яко яны саправды заслужылі. Установа займае асаблівае місце ў системі агульной адукацій країны, а яго шматлікія поспіхі выклікаюць павагу. Сяродновучэнцца ў пераможцца республіканских і міжнародных олимпіад, лауреаты спеціальнага фонда президента республікі Беларусь па падтрымца адораных навучэнццаў і студэнтаў. У гэта святочны дзень ўсё спраяла таму, каб молаць захавала абым самая цёплая ўспаміны. Гоноровые гості мерапраемства уручылі юнакам атэстаты і узнагароды. Не пакінули ў Баку і тых, кому ліцеісты абавязаны ведамі і выхаванням. Сваі узнагароды атрымалі працтаўнікі выкладшыцкага і офіцарскага состава ліцея. Выпускнікі шануюць ўсіх, хто ўнёс свой клад ў їх становлэння. Жестам падзякі з их боку стали падарункі старшыні гомельскага абылбыконкама Єнадзю Салавю. Першы намеснік міністра па надзвычайных ситуаціях Беларусі Александр Худалею оценив спагадлівась керавніцтва в області ў житі будушых выратавальнікаў. Вчера состояліся празнічныя спортсвіна мераприятия, це сьогодні торжественне мераприятие. Мы благодарны руководству гомельскага абылсполкома за підтрюку в рішэні ціх вапросів. Вы видите, сьогодні с нами председателі непосредственно принімає участие в нашім випускі. Паэтаму, я думаю, це очередні шаги в тому числе в розвиті нашого іменно ліцея. Потому што этот ліцей общий, і ці діти, які сьогодні вступят в нову жызнь, будуть гарантамі безапасності в нашій стране в целом. Урашістая церемонія працягувалася каля годіны, але якой насычна яна была. Вальс випускніков, установка памятной плиты у гонорвыпуска 2020 года, развітальная пісня. Ярей Станіслав Смоляк благословів на учэнців на добрый шлях у новая жыцьо. 2020 год асаблівы не толькі для тых, хто пакідає установу, але і для ліцея у Вогулі. Пад час мераприємства вратавальнікі прыгадалі гірою пажарной службы, які 75 гадоў тому унесли уклад у великую перамогу. Для випускніков у ліцея яны прыглад самоотданості і верності своїй справі. Більшість з їх так само буде ратаваць житці, допомагаць людзям у надзвычайних ситуаціях. Хтось ті педагідай службы УМНС, а хтось ті па іншаму. На самом деле в ліцея попал случайно. Мой двоюродний брат учился також здесь. Мене все-таки привлекала форма, його вид. Это была даже гордостью для мене, що он учился здесь. І я решил все-таки пойти тоже сюда. І втогі ни разу не пожалел. К сажаленню, в МЧС я не могу дальше продолжить обучення, потому как у меня проблеми со здоровьем. І я буду спасать людзей другим образом. Я хочу стать хирургом. Вельми худка юнаки уступять у дорослое житцё. Яны ведаюць, што громадства пасаправдному цэніць гэту цяжкую, але свершэнную місію – ратавання людзей. Бравець! Свердя! Вольно разойдись! Зарабить гроши на кишэнные расходы. Для многих падлеткаў гэта вельми важна. Такую макчымасці трымали вучні, які анаведвуюць лагері працы і адпачынку пачас летніх канікулаў. Марына Джалая пабывала ў навучальных установах Гомеля і района і паназірала, якой дзейнастю там заняты школьнікі. Уладислава вучасся у 10-м класі Брэлёвській школы і другий год записывается ў лагері працы і адпачынку. Летось разом з іншими наводила прагажуць на дворовой території і шила на матрацники. Сю лето вырабляя для першокласника комплекты пастельной белізны. Дзевчина каже, що самостойно зараблять хоть і невеликі гроші – вельми приемно. Сродки на оплату – выделить управління по праце, занятості і соціальній обороні Гомельська гара і виконкама з фонда соціальної оборони насельництва. В прошлом году я таким же занималась делом. Тоже шили на матрацники для детей начальних класів. Ну і в этом году мне в прошлом году понравилась. Сплоченна работа была, хороший колектив. В этом году, в принципі, я тоже проявила іниціативу поучаствовать заново. За два тыдни восемь девчат пошить в каля пятидесяти комплекты белізны. І першокласники, які у Веры сні пройдуть у школу, будуть спать на новых ярких постелях. Дівчаткам дуже подобається, у них дуже насыщений рабочий день трудовий. Три часа – це трудовая деятельність, а далі – развлікально-оздоровительні програми. До речі весело на канікулах і хлопчикам і дівчинкам з молодших класів. Поколь батьки на праце, до дяті у оздоровленші лагер прийшли клоуны. Переїжджаємо у 33-ю гомельську школу. Тут так само кіпіть праця. Восім хлопчиків і дівчинок займаються озелененням території і створають ось таку шиковану клумбу у годині 75-годі великої перамоги. Квітки – аксамітки. Я не дуже довго цвятують, тому клумба застанеться ярко до середини в осені. Трудовая деятельність у нас в першій половині дня. Она 45 минут. Обязательно с 10-минутними перерывами. Детям ми даємо не тільки работать, але і віддіхати. Во второй половині дня, як правило, це спортивні мероприятия, віддіх, настольні гри. Тобто не тільки віддіхаємо, але і де-то працюємо. Лизавета у лагері праці від Патшинку Амаль кожне лето. Іна один і дачка у батьку. Дома каже дівчина летом сидеть сумно. І она готова хоч клумбы доглядати, хоч шить, хоч ремонтувати, аби бути у компанії своїх сябро. Мені дому, так сказати, заняться летом нечим, тому я решила походити сюди, так як время провести с пользою, подзаработати немного денег, також пообщатися со своїми сверстниками. Усяго у червіні в Гомельській області будуть денніше з вища ста лагерів праці від Патшинку. Іх наведують більш за полторы тисячі школьніків в возрості от 14 до 17 годів. Марина Джала, Ігор Маришченка, телерадиокампанія Гомель. Гэта і атак сама інші новіны. Інформацію об проєктах телерадиокампанії Гомель ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.твергомел.бювай. На гэтым випуск завершений. Усяго вам доброго. І до нових зустрічі у ефірі. Де-факто на телеканалі Беларусь 4 в студії Анна Карайчук. Здравствуйте. Рыбалка в Гомельському районі закончилась трагедією. Возле деревни Марковичі в результаті несчастного случая утонул подросток. Предварительно известно, що група школьників віддыхала на берегу озера. Затем один із них вошел в воду, отплыл от берега на 15 метров ісчез. Друзі 15-літнього мальчика сразу вызвали спасателей. Водолази оперативно прибыли на місце і начали поиски, які продлились около 4-х часов. По поводу утопления несовершеннолетнього проводиться проверка Следственного комитета. Хотелось бы еще раз обратиться к родителям. Пожалуйста, контролюйте, где находятся ваши дети. Потому как дети не воспринимают воду как опасность. Для них это все игра. Соблюдайте правила поведения на воде, не купайтесь в нетрезвом состоянии. В Речицком районі на автодорогі Октябрьський-Паричи Речицца произошло смертельное ДТП. 22-летний житель районного центра управляя автомобилем ровер при совершении обгона выехал навстречку и столкнулся с грузовиком МАЗ, которым управлял 48-летний гомельчанин. В результате житель Речиццы скончался на месте происшествия. Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по несторожности смерть человека. По уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Следователи дополнительно устанавливают очевидцев происшествия и обращаются к гражданам, которые обладают соответствующей информацией либо записями видеорегистраторов, обратиться в Речицкий районный отдел Следственного комитета. История с конфискованными на границе попугаями получила продолжение. Изъятых птиц отправили в Жлобинский зоопарк на 10-дневный карантин. Изначально в пункте пропуска были конфискованы 467 особей, а на сегодня живы 330 птиц. Всего контрабандисты перевозили пять видов – волнистые попугаи, развощеки, неразлучники, какарики, корелла и розелла. Цена особей разнится. Например, рыночная стоимость одного волнистого попугая от 25 до 60 рублей. Остальные в среднем от 90 до 120 рублей. Самый дорогой из изъятых – розелла. Его стоимость – от 250 до 400 рублей. Специалисты оценили партию птиц более чем 12,5 тысяч белорусских рублей. Пернатые будут находиться в Жлобине до решения суда. Затем есть два варианта развития событий. Птиц могут оставить для сохранения популяции в зоопарках страны, либо организовать их продажу. Вырученные средства поступят в бюджет. Напомню, двое граждан Украины перевозили птиц в картонных коробках без документов. Их задержали на участке пограничного поста «Боровое». В Гомельской таможне ведется административный процесс по части 1 статьи 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административной правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 базовых величин с конфискацией, либо без конфискации товара. Гомельские пограничники задержали 36-летнего украинца, который пересекал границу в обход пункта пропуска. После задержания мужчина пояснил, работал в России, а затем вернулся домой к супруге в Гомель. В Беларуси он пробыл необходимое время на карантине. После чего решил вернуться на заработки в страну-соседку транзитом через украинскую территорию. Однако, узнав о необходимости нахождения на самоизоляции, мужчина решил пересечь границу в обход пунктов пропуска. За нарушение пограничного режима, а также покушение на незаконное пересечение государственной границы, данный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 базовых величин. За минувшие сутки в Гомельской области ликвидировано два лесных пожара на общей площади более 5 гектаров на территории Наравлянского и Мозырского районов. Также зарегистрировано два пожара в жилом секторе. В деревне Скрыголов Мозырского района сегодня ночью горел деревянный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – поджог. Еще одно возгорание произошло в городском поселке Паричи Светлогорского района. Горели две хозяйственные постройки. Одну из них огонь уничтожил полностью. У второй повреждена крыша. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение одной из хозяйственных построек. Частично огонь перекинулся на вторую постройку. В результате пожара огнем уничтожена полностью одна постройка и имеются повреждения крови на второй хозяйственной постройке. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог. МЧС напоминает, в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения под номером телефона 101 либо 112. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» и «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Минус три перед домашним матчем «Гомельская БЧ» в Минске уступила столице в первой игре серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу. Железнодорожники открыли счет на седьмой минуте. Никита Андреевский сумел подстроиться под отскочивший от соперника мяч и переправить его в ворота. Этим, к сожалению, голевые успехи подопечник Дмитрия Камека и ограничились. Дальше забивали только хозяева. К 17-й минуте Тарас Королишин оформил дубль. Сначала он отличился с игры, после с 10-метровой отметки. Точку в первом тайме поставил Бету, удачно подставив ногу 3-1. После перерыва железнодорожники заставили серьезно поработать галкипера в столице. Однако до взятия ворот дело так и не дошло. А вот сами гости пропустили. Николай Грицыну на 32-й минуте забил. Победа столицы 4-1. Обладателя бронзы команда определяла 12 июня в «Гомеле». Состоялись матчи второго квалификационного раунда Кубка Беларуси по футболу из шести представителей нашего региона дальше не прошел только один. Бумпром проиграл Могилевскому Днепру 0-6. Миллиоратор из Житковичей уступил Лиде, однако команда из Гродненской области нарушила регламент турнира. Кто из двух соперников пройдет в следующий раунд, станет известно позже. Все остальные ожидаемо победили. Химик был сильнее Полоцка, спутник Осиповичей, Гомель, БГУ. Локомотив крупно обыграл перший регион 15-0. На стадии 1-16 финала в борьбу за трофей вступают представители элитного дивизиона чемпионата страны. По итогам жеребьевки в сопернике Гомелю достался солигорский шахтер. Химик сыграет с Рухом, спутник за выход в следующий раунд поспорит с Белшиной, Локомотив со Слуцком. Миллиоратор при удачном для себя решении федерации сыграет с Брестским Динамо. Единственному представителю нашего региона высшей лиги слави и в сопернике досталась Пинская волна. В Гродненском районе состоялись матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Мозырьский М-Сити, как и на старте национального первенства, разжился только одной победой. В пассиве вновь три поражения. В таблице Мазыряне на пятом предпоследнем месте. Лидирует Брест. Матчи третьего тура пройдут 20 и 21 июня вновь в Гродненском районе. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.